Всем привет! Сегодня я нахожусь в деревне Филатова, Ильинский район, Пермский край. Что здесь я делаю? У нас строительный объект данный. Это дом моих родственников. Здесь живет Светлана. И у нас здесь стоит задача небольшую модернизацию. Сделать этого дома, дать новую жизнь этому дому. В подвальном помещении, вот там где, вот окошечко небольшое. Его подтапливают весной иногда. И просто там очень высокая влажность. В этом подвальном помещении нам необходимо разобрать старые деревянные полы. И вместо них сделать супер новую технологию. Что это значит? Мы выровняем пол, мы выложим пеноплекс фундамент. Мы заармируем, мы сделаем бетонную стяжку с электрическими полами. В Светлане мы сделаем электрический теплый пол, так как здесь нет газа. И это для чего необходимо? Сюда приезжают дети, сюда приезжают внуки. По бетонному холодному полу ходить будет, конечно, некомфортно никому. Поэтому делается электрический пол, который буквально за считанные секунды будет нагреваться и отдавать свое тепло. Прежде чем ехать куда-то на строительный объект, необходимо максимально сконцентрироваться, полностью у себя в голове выложить картинку всего рабочего процесса. То есть, что ты будешь делать, как ты будешь делать, каким инструментом ты будешь пользоваться, какие технологии ты будешь применять. В общем, картинка должна от и до сложиться. Для чего это надо? Для того, чтобы понять, какой взять с собой инструмент. Потому что, ладно, если ты находишься в радиусе 50-20 километров от того места, где можно взять все строительные материалы, все оборудование, весь инструмент. Но если ты поедешь куда-нибудь за 140 километров, куда я планирую ехать, надо прямо максимально сосредоточиться. Прямо все вообще в голове, всю картинку сложить. Хорошо, что у нас сейчас появился прицеп, с помощью которого мы можем возить дополнительное какое-то оборудование, дополнительные какие-то груза. Это очень, конечно, важно. Потому что в машину просто-напросто все не войдет. Вот я уже начал делать подготовку, планировать то, что мне надо думать. В первую очередь это бетономешалка, потому что мы будем заливать бетонный пол. Бетономешалку в прицепе надо тоже как-то зафиксировать. Каким образом зафиксировать? Вот у меня есть вот такие стропы, которые давным-давно у меня уже были куплены. Я ими никогда не пользовался. Сейчас будем пробовать, вспоминать, как это вообще работает, как это фиксировалось. В прицепе есть уже определенные такие моменты предусмотрены. Здесь, в самом конце, там тоже. Они как раз предусмотрены для того, чтобы все вот это дело максимально можно было как-то фиксировать и грамотно эксплуатировать. То есть он откидной. То есть получается у нас прицеп самосваленный. Вот этот борт открывается. Все везде по бортам можно открыть. А если надо тебе с той стороны где-то что-то как-то загрузить. Это очень, конечно, классно. Дальше. Значит, бетономешалку взял. Пеноплекс, который у меня был на остатках, тоже взял. Пеноплекс, фундамент. Далее. Что нам еще нужно взять? Так, думаем, думаем. Работа с бетоном. Значит, это перфоратор. Это удлинитель. Это вязальный крючок. Это нужно купить сетку или арматуру какую-то взять. Это необходимо демпферную ленту взять. Степлер. По электрике, возможно, что-то нужно взять. Ну, как бы по электрике я особо не планирую работать. Но так как мы будем раскладывать электрический теплый пол. С подключением его к определенным датчикам. От компании Балу. Электролюкс. Поэтому, возможно, по электрике я просто возьму ящик, который у меня предусмотрен под электрику. Но там, опять же, не все. Возможно, еще что-то пригодится. Возможно, пригодится что-то по канализации. По каким-то трубам. Но я не знаю. Я там на этом объекте не был. Я только могу предположить. То есть, основное понимание по инструменту у меня какое-то есть. Но оно не полная картинка. И взять всю полностью, всю мастерскую, я, естественно, туда не могу. Как это? Это невозможно. Далее. Вопрос следующий, очень важный. А как мы будем перемещать ПГС, цемент, чтобы ускорить наши процессы работы? Смотрите. Тачка одна. Хотя я покупал ее, по-моему, в том году. Вот в таком состоянии. Тачка вторая. Тоже вся уже убита, переубита. Поэтому пришлось сделать кое-какие, так скажем, инвестиции в будущее. И купить очень мощную, надежную тачку. Не знаю, как она мне прослужит. И насколько долго мы с ней будем дружить. Но, мне кажется, это гораздо модель поинтересней, помощнее, чем вот эти предыдущие. Во-первых, у нее объем больше. Во-вторых, смотрите, какое мощное колесо. И, в принципе, она везде, со всех сторон все усилен. Посмотрим, как она себя поведет на нашем объекте строительном. Потому что вот эту вещь мы точно с собой берем. На это даже внимания не обращаем. На этом только что-то легкое перевозить. В будущем, конечно, я ее планирую еще использовать по перевозку навоза, еще чего-то. Уже немножко даже потестили ее. В общем, стараюсь максимально вкладываться в будущие какие-то строительные объекты. Чтобы весь инструмент был по максимуму. Чтобы не пришлось вот так вот, а, блин, у меня этого нет, надо срочно идти покупать. То есть, все-все, максимально стараюсь продумать. Я считаю, что это очень-очень важно. Потому что вот еду в Филатово, в деревню, там рядом нет никаких магазинов. Если что-то мне понадобится, нужно будет просто вот на ходу как-то выдумывать, из чего-то придумывать. А такое, возможно, будет. Строительные работы у нас начались уже вчера поздно вечером. Сюда мы подъехали где-то в районе, наверное, в 8 часов. Наконец-то я загрузился. У меня полная машина. Давайте я вам покажу. Здесь у меня что-то пакеты какие-то, здесь вообще видно. Одежда, лопаты. Сзади тоже все полным-полно. Здесь у меня прицепчик. Под завязку. Ничего не видно, уже темно. Время много, уже 7 часов. Мне еще ехать полтора часа. Вот так вот выглядит наш объект. Где у нас стоит максимально простая задача. Убрать отсюда весь старый пол разобрать. Сделать утепление. Забетонировать вместе с теплым полом. Запоминайте, как это выглядело. И как это будет выглядеть в будущем. Пол весь прогнил. Он деревянный. Мы сейчас будем разбирать. Смотреть, что находится под полом. Насколько ниже он опустится. И надо будет понять, сколько нам надо будет отсыпать. Если такая задача тоже будет стоять. Полностью сгнивший пол. Я не знаю, что мы там можем разобрать. Смотрите, вот все в какое-то состояние. Все в труху. Необходимо было сначала освободить все помещение от различных лишних предметов. Это стиральная машинка, раковины, кухонный гарнитур. Позже мы начали разбирать непосредственно пол. Вот смотрите, в каком состоянии. Все вот это трухлявое, гнилое. Сверху лежал, значит, линолеум. Под линолеум что-то типа какой-то подложки, возможно, был. Доска вот эта. Сейчас должны будет привести телегу. В эту телегу мы загружаем этот весь мусор. И отсюда увозим весь хлам. То есть работает максимально чисто и качественно. Пришла пора немножко обновить технику. Вот такой у нас сейчас здесь агрегат. Сейчас мы его будем жестко нагружать. И максимально тестировать. Процессы идут. Пол уже деревянный разобрали. Столько тут всякого хлама, мусора. Все это надо отсюда убирать. У нас тут неожиданно вылез сюрприз. Который мы не можем все еще решить. Да. В течение 30 уже. Вроде что такого пол под печкой разобрать. О, тут проблема со сложностью. Труба посередине идет. И еще забито вот тут вот. Еще забито тут досками все. Снизу то есть либо резать арес, либо потихонечку там не убирать по одной доске. Ковыряться, мучиться так сказать. Мы почти победили. Осталась одна досочка. Но это еще не все сюрпризы на сегодня. Тут оказывается заливали уже бетон. Когда-то до нас. А у нас задача стояла выложить пеноплекс. А чтобы его выложить, надо по идее бетон убирать. То есть в этом месте нам не получится просто-напросто его выкладывать. Потому что вот эта труба, она от этого бетона на 5 сантиметров. А стяжка будет бетонной у нас тоже 5 сантиметров. Трубу эту нельзя бетонировать никак. И поднять ее тоже никак не получится. Поэтому в этом месте мы так и оставляем. Здесь будем заливать бетон. А вот я еще поставил уровень. Это у нас 0. Вот по этому уровню мы везде будем выкладывать пеноплекс. Пеноплекс будем использовать фундамент. Ну что, демонтаж пола мы сегодня завершили. Сейчас убираем всякий мусор. Всю мелочевку под печкой тоже все разобрали. Это, кстати, был бонус. Насколько я знал, что здесь мне сказали фундамент. Ну ладно, ничего страшного, там тоже сделал. Следующая задача нам надо еще убрать низ обоев, потому что они в бетоне останутся. Ну и сделать разметку с помощью демпферной ленты. Подготовили демпферную ленту. То есть это получается у нас уровень уже бетона будет. Нижний край вот этой ленты. До сюда у нас будет доходить пеноплекс. 50 миллиметров фундамент. А это верхний край. Это у нас будет бетон. Стяжка бетона 5 сантиметров. То есть вот везде полностью мы по периметру прошлись. Вот такая вот у нас тут вещь получилась интересная. Максимально у нас некомфортная ситуация в работе произошла. Связано это с тем, что ПГС замерз и приходится его долбить. Разбивать ПГС? Да. А что-то не скидывает? Выравниваем пол. Делается это для того, что когда мы будем выкладывать плиты пеноплекса, чтобы под плитой была абсолютно ровная горизонтальная поверхность. Конечно, плиты мы используем пеноплекс фундамент. Она на излом очень мощная, крепкая. Но в любом случае, чем идеальнее мы сделаем, тем нам проще и комфортнее будет работать. Для чего мы здесь используем пеноплекс? Он нам нужен здесь для того, чтобы, во-первых, чтобы тепло у нас не уходило в землю, тот электрический пол, который будет греть плиту, тепло будет подниматься только вверх. Вниз спускаться ничего не будет. Это первое. Второй момент. Здесь очень повышенная влажность. Пеноплекс нам даст дополнительную гидроизоляцию. Эти пары и влаги не будут кверху проходить. Сочетание пеноплекса и электрического теплого пола нам даст двойную экономию в будущем на электроэнергии, если не тройную. То есть пол включился, чуть-чуть подогрел, выключился. Все тепло ушло кверху. Вниз у нас вообще ничего не уходит. И холод, который идет от земли, пеноплекс его не пропускает. Пар, влага, все остается внизу. Все коммуникации мы максимально подняли, насколько это было возможно. Здесь трубопровод сделан из металлической трубы. И нельзя допустить того, чтобы какая-то часть трубы оставалась в бетоне. То есть вот здесь идет гильза из обычного шланга. Это водопровод, видимо центральный водопровод. Честно говоря, я не знаю, я предположил-то систем, что тут еще чик стоит, опломбированный на воду. Вот такая тут система водоснабжения. В основном все везде металлические трубы. Мы их подняли максимально. И так пока оставим. Потом, когда стяжку сделаем бетонную, спустим их вниз. Здесь еще вот такое небольшое стоит задание у нас. Что нужно сделать? Вот эта вот труба, она связана с канализацией. И она сделана для того, чтобы, бывает здесь, что топит это помещение. И это как дренаж. К сожалению, у нас никакой пластиковой трубы с собой не оказалось, для того, чтобы нарастить этот дренаж. Но есть одно очень интересное решение, которое сейчас мы сделаем. И вы возьмете себе на заметочку. Может в будущем тоже вам где-то пригодится решение. Что можно сделать из пеноплекса и гвоздей? Вот такой короб. Он нам нужен для того, чтобы, так как у нас нету трубы нарастить, он нам нужен для того, чтобы вот сюда вот так вот поставить. А потом в будущем поставить туда трубу или сделать вообще сифон в идеале. Это было бы вообще идеальное решение. То есть сейчас мы тут немножко посветлее подкопаем. 5 сантиметров вниз спускаем. Сверху такая заглушка, чтобы туда ничего у нас не попало. Ни бетона, ничего лишнего. Все. Заливаем бетон. Потом пеноплекс срезается. Наращивается труба. Можно ее подбетонировать и поставить сифон. К сожалению, я когда сюда ехал, я не знал, что у нас стоит такая задача. Сегодня выходные. И в этой деревне, в общем, магазина в принципе нет. Поэтому принято было вот такое решение, что мы делаем вот так вот. Очень, кстати, получилось мощно, надежно. Я думал еще пропенить. Но в этом нет необходимости. Все очень хорошо держится. Вот там труба. Вот короб. Перед тем, как монтировать теплый пол, необходимо проверить его на разрыв. Ну, всякое могло произойти, так скажем, теоретически. Что мы там делаем? Так. Сюда. Вдруг он поврежден. Что, конечно, маловероятно. И это практически исключено. Так, смотрим. Так, смотрим, конечно, неудобно. Вот. Еще раз. Вот. Все. Все хорошо. Все идеально. Данный пол можно монтировать. Для электрического теплого пола обязательно необходимо кинуть надежные провода. В данном случае мы будем использовать 3 на 2,5. Медный провод. Но в самом доме тут есть прямо конкретные проблемы. Вот щиток. Заходит, значит, у нас алюминиевый провод на входе. Ну, ладно. Бог с ним. Вот здесь. Смотрите, какая история. По дому тоже частично идет разводка алюминий. И тут же медный. Полтора квадрата. И он прямо в скрутке там сделан. Я вот уже Светлане сказал, что электрику в первую очередь надо будет переделать. Сейчас у нас времени нет этим заниматься. Но бюджет тоже не всегда позволяет. Все сразу сделать. Поэтому, поэтому этот вопрос мы пока в сторону откладываем. Вот я привез, значит, автомат. И тут тоже вверху алюминия. Алюминиевых проводов таких больше нет. Придется, к сожалению, делать медный. Сюда засовывать как-то. Или в скрутке. Или как в скрутке. Вообще с алюминием нежелательно делать. Не знаю. Сейчас буду думать, что-нибудь придумаю. То есть надо запитать этот автомат. 16-м аэра у нас идет. И от него у нас уже вот мы положили кабель электрический. Сейчас мы запитаем. И там уже в подвале сделаем разводку. То есть будет клейма, от которой пойдет питание на первый теплый пол. Питание на второй теплый пол. Всего будет два датчика температуры и регулировки теплого пола. Потому что у нас два контура. Начинаем раскладывать киноплекс. Это у нас 50 миллиметров фундамент. Вот такая вот красота. То есть повторюсь еще раз. Он нам нужен для того, чтобы тепло, которое выдавать будет электрический теплый пол, не уходило в грунт. Для того, чтобы была какая-то пароизоляция. В общем, намного энергией эффективнее будет это здание у нас. Потребление электроэнергии у нас значительно снизится. Приехала техника. Максимально быстро решили загрузить. Чтобы два раза трактористу не пришлось ехать. Буквально 10-15 минут мы его грузим. И здесь будет чистота и порядок. Продолжение следует... Продолжение следует... вот и все чистота и порядок залог успеха в любой работе подушку спиноплекса мы выложили при как красиво уже все все другой вид сразу приобретает когда начинаешь какую-то красоту наводить здесь оставили небольшой кусок это было сделано для того чтобы сюда приносить пгс пгс замерзший сюда накидаем отсюда будем лопатами брать в бетонную мешалку и пусть его частично туда поставим где-то там она будет стоять тут там сам и потихонечку заливаю вот такая история получилась значит пришлось кабель сделать два раза вроде держится все хорошо я проверил в любом случае на будет максимально переделать быстро в кратчайшие сроки здесь я очень удивлен конечно же такое вижу в принципе тут земля и 0 на 1 клемме так тоже конечно не стоит делать но пока вот хотя бы нам запуститься посмотреть что все работает в тестовом режиме конечно легче было бы разложить электрический теплый пол уже на готового бетонное основание потом допустим сделать какой-то наливной пол или плиточку допустим положить но у нас к сожалению нету времени на эти задачи потому что после того как заливается бетонная стяжка необходимо выждать 90 дней до момента когда можно будет начать ложить плитку нас этого времени к сожалению нет поэтому мы не ищем легких путей мы будем делать наш электрический теплый пол непосредственно сразу в бетон для этого я сейчас сразу делаю подготовку что и что она вся представляет значит датчик температуры которые будут находиться между элементами теплого пола то есть условно он должен где-то под серединке находиться да я его сразу сейчас закрепил просовываю все это в гильзу то есть мы начинаем заливать начинаем выкладывать теплый пол и сразу все выводим все провода и подключаем блоком управления температурой вот к этим блочкам поэтому эту работу необходимо выполнить до того как начали заливать бетон вот наш прицепчик который доставил нам бетонную мешалку за за все за стропали ног держится на надежно да там цемент у нас 600 и сетка кладочная сейчас все выгружаем выгружаем и идем армировать все мы готовы к заливке и на плекс лежит сетку сделали электрический пол подготовили начинаем замес то есть сюда вот получается мы будем подавать пгс пока тут мы еще ничего не доделали специально чтобы не нарушить пеноплексы сетку армирующую высыпаем пгс сюда подъем лопатами и цемент сюда и водичку все и поэтапно постепенно начинаем с того угла сюда заливать немножко не получилось так как мы планировали поэтому мы дальше перенестили сразу отсюда так процесс идет гораздо быстрее процессы у нас идут то есть постепенно мы выкладываем пол по 50 сантиметров после закидываем сверху еще бетона выравниваем и продолжаем дальше сначала мы накидали примерно 4 сантиметра и вот так вот чуть-чуть по чуть-чуть сверху добавляем залили мы первый контур теплого пола вот так вот это у нас выглядит сейчас я немножечко тут раствора добавим не хватило чуть-чуть ну а пока я буду подключать наш блок управления ну и вот он самый приятный момент на сегодняшний день мы включили теплый пол температуру показывать 6,9 градуса выставили на 20 градусов красный это означает нагрев все осталось выложить на второй контур теплого пола здесь залить все мы будем большие молодцы так как все это сделаем практически за один день на сколько мы вчера вот он работает но от всего часа три вот и сегодня денечек время поджимает много поджимает много ночью наши работы подошли к концу все полностью залито в ноль единственно здесь мы немножко не учли что зольник нам надо будет на два-три сантиметра было выше но немножечко так под уклон сделали все теплый пол включен первый контур второй контур включен температура греется поднимается все хорошо все замечательно с этим объектом мы всю работу выполнили все закончили если вам понравилось это видео обязательно ставьте лайки комментируйте что вы думаете по этому поводу а на сегодня с вами прощаемся всем спасибо за внимание удачи пока пока